В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Банду черных риэлторов задержали в Сызране. По версии следствия, начиная с прошлого года, двое мужчин и женщина знакомились с одинокими владельцами квартир, втирались к ним в доверие и переписывали жилье на себя, а в дальнейшем убивали своих знакомых. По предварительным данным, жертвами преступников стали 4 человека. Все они в течение года пропали без вести. Тело очередной жертвы обнаружили на окраине села Жемковка в Сызранском районе. Следователи считают, организатором банды была 36-летняя женщина, работавшая риэлтором. У нее в собственности находился дом одного из убитых. Они находили граждан социально низким статусом, употребляющие в основном свои алкоголь безудержно, находили контакт, переписывали это жилье, в последующем эти граждане убивали. Убивали они в основном мужчин, все четверо убитых это мужчины, жители этого района. Из-за решетки под домашний арест. Уголовное дело по факту убийства Дмитрия Пузикова вернули на доследование. Такое решение принял апелляционный суд. Напомним, банкир погиб от смертельной дозы талия. Как установил суд первой инстанции, яд находился якобы в картофельном пюре и попал в организм во время домашнего застолья 7 марта 2012 года. Через две недели после этого мужчина скончался в больнице. Виновной в убийстве признали жену банкира Екатерину Пузикову. В этом году девушку приговорили к семи годам тюрьмы. Но представленные в апелляционном суде доказательства показали, на момент поступления в больницу содержание талия в организме мужчины было в 10 раз ниже, чем в день смерти. А значит, яд могли подмешать повторно. Доступ же в отделение, где он лечился, был ограничен. Адвокаты Екатерины Пузиковой были уверены, отравить банкира мог кто-то другой. Теперь, пока будет идти новое следствие, Екатерина Пузикова будет находиться под домашним арестом. Пока до февраля следующего года. До 20 лет лишения свободы грозит жителю Шигонского района, который хранил дома 40 килограммов марихуаны. Наркотики у 27-летнего мужчины изъяли сотрудники областного управления ФСБ. Задержали с поличным, когда он собирался продать очередную партию. На скаме подсудимых окажутся и двое жителей Тольятти, в гараже у которых силовики изъяли почти 200 граммов синтетического наркотика и ингредиенты для его приготовления. Как пояснили сами задержанные, запрещенные вещества они заказали по интернету, отдав за них 50 тысяч рублей. Третий раз сегодня готовили. Там в тарелке приблизительно 50-60 граммов. Полученный вот этот порошок, часть я планировал оставить себе, часть опять другу. Отдела Тольяттинского наркоторговца уже передано в суд. 30-летнего Андрея Волкова обвиняют в сбытии синтетических наркотиков. В посылке, которая пришла на имя молодого человека из Китая, по данным следствия, было более 40 тысяч доз. Мужчину задержали с поличным в момент получения посылки. В коробке было обнаружено более двух килограммов наркотика стоимостью около 600 тысяч рублей. На посылке был абсолютно четко написан его адрес, его паспортные данные и мобильный телефон для связи. То есть человек, возможно, был абсолютно уверен, что его не смогут поймать и привлечь к уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ. Это контрабанда наркотических веществ. Длительный тюремный срок грозит и 21-летнему организатору преступной группы, которая около года производила и торговала синтетическими наркотиками на территории Самары, Пензы и других городов страны. Троих участников ОПГ задержали еще в декабре прошлого года. У них изъяли в общей сложности более 20 килограммов наркотика. Об опасности зелья молодые люди, признаются, знали. И при изготовлении использовали средства защиты. Пять человек пострадали в результате ДТП в Самаре. Авария произошла на Южном шоссе. В момент столкновения автомобилей запечатлел видеорегистратор. По данным инспекторов ДПС, женщина-водитель ВАЗовской семерки при перестроении из ряда в ряд не справилась с управлением. Машина на большой скорости врезалась в маршрутку, а затем ее протаранил грузовик. Троих человек с травмами доставили в больницу. Крупный пожар ликвидировали менее чем за полчаса. Возгорание произошло в заброшенном санатории на пятые просеки. Эти кадры сняли очевидцы. Площадь, охваченная огнем в двухэтажном здании, составила 350 квадратных метров. В тушении задействовали 11 единиц техники и 22 человека личного состава. По сообщениям областного управления МЧС, пожар был локализован спустя 16 минут после начала. Еще через 10 минут полностью потушен. Причина возгорания устанавливается. 700 килограммов мяса отправится на утилизацию. Продукцию без документов изъяли сотрудники Россельхознадзора. Мясо неизвестного происхождения было обнаружено в салонах пяти легковых автомобилей, остановленных для осмотра на 31-м километре трассы Самара-Большая Черниговка. Полиция выясняет, откуда автолюбители везли неучтенный продукт. В Самаре сотрудники ГИБДД преследовали водителя, который ехал на автомобиле без номеров. На большой скорости он пытался скрыться, но сбежать так и не удалось. Машину остановили в Бесарабском переулке. Задержанный 29-летний житель Самары ранее уже шесть раз нарушал правила дорожного движения. Мужчину с явными признаками алкогольного опьянения хотели отправиться на медосвидетельствование, но он оказал сопротивление и попытался ногами выбить лобовое стекло патрульной машины. Вместо того, чтобы взять взятку, взяли под стражу. 1200 коробок алкоголя вместо лимонада, как было указано в документах. В пункте весового контроля трассы М5 Урал полицейские задержали водителя-тягача, который вез незаконный груз. Поводом стало превышение грузоподъемности на 5 тонн. В ходе проверки выяснилось, что документы на товар были подложными. А вместо безалкогольных напитков в кузове было спиртное различных наименований. Чтобы уйти от ответственности, водитель, гражданин одной из соседних республик, предложил полицейскому взятку 490 тысяч рублей. Правоохранитель от денег отказался. Водитель в момент передачи денежных средств был арестован. Задержанный признался, что совершил преступление по указанию владельца груза. В тот же день хозяин перевозимой алкогольной продукции был задержан в Тольятти. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Он находится под стражей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту перевозки алкоголя по подложным документам. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова